Тем временем к юбилею города на центральных улицах преображаются фасады жилых домов. Всего, по данным руководителя фонда капремонта, в планах привести в порядок 258 фасадов. Часть работ уже завершена. На данный момент подрядчики работают более чем на 140 адресах. Один из таких примеров – жилой дом на московской 1А. Здание затянуто сетками, установлены строительные леса. Дом расположен на пути к набережной и вечному огню. Поэтому его важно отремонтировать в юбилейный год, говорят в фонде капремонта. Другой дом через дорогу на Динамовском проезде 18 тоже нуждается в ремонте. Это объект культурного наследия. Тем временем в регионе не останавливается и текущий капитальный ремонт домов. Крышам и коммуникациям тоже уделяют внимание, рассказали в фонде капитального ремонта. В некоторых домах, например, Октябрьский проспект 50, кроме наружных конструктивных элементов, проводится ремонт еще инженерных систем и коммуникаций, поскольку подошел срок нормативно-полезной эксплуатации у инженерных систем и многоквартирный дом встал в очередь на ремонт. Кроме того, хотелось бы отметить, что у нас достаточно активное контрактование идет в отдаленных районах Кировской области, например, таких как город Вятские поляны, либо Вятскополянский район, город Сосновка. Продолжение следует...